Я Светлана Квитко. Читаю статью литературного критика Елены Макеенко «Дневник как способ выжить». Статья опубликована 7 октября 2014 года в сибирском интернет-журнале «Сибурбия». Свою статью Елена Макеенко начинает с дневниковой записи Полины Жеребцовой. «Я сижу на кухне. Я не знаю, как придет смерть. И мне не страшно только, когда пишу. Я думаю, что делаю что-то важное. Я буду писать». Чеченские дневники Полины Жеребцовой – настоящий документ эпохи. Безо всяких кавычек и подмигиваний. Без смущения из-за громкости формулировки, которые вполне оправдывают события, ставшие для дневников материалом. Настоящий документ эпохи, причем в самом лучшем художественном смысле. И поэтому его непременно стоит прочесть. В марте 1994 года, через несколько дней после своего дня рождения, маленькая девочка открывает тетрадь и записывает. «Привет, дневник. Живу я в городе Грозном, на улице Завета Ильича. Зовут меня Полина Жеребцова. Мне 9 лет». Постепенно, за коротенькими записями о праздничном торте, дворовых играх, костюмах на детском утреннике и чтении трех мушкетеров, начинают звучать выстрелы, взрывы и голоса уверенных взрослых. «Войны не будет». А потом первая, вторая и третья Чеченская. Полина записывает свою жизнь на протяжении десяти лет, проведенных в Грозном. «Никак не могу поверить, что это третья война в моей маленькой жизни. Первая в 1994 году. Мне 9 лет. Вторая летом 1996 года. С 6 по 22 августа. Мне 11 лет. Ох, сколько тогда соседей погибло. И вот третья. Осень 1999 года. Мне 14 лет». «Пишет она 20 октября 1999 года. Мне скоро 16 лет. Кроме войны и массового роства я ничего не видела. Очень обидно». «Пишет в феврале 2001 года. В 2004 году 19-летняя журналистка Жеребцова вместе с мамой наконец-то вырвутся из Грозного и переедут в Ставрополь. В 2008-м Полина отправится в Москву. А в 2011-м в московском издательстве «Детектив Пресс» будет опубликована первая часть ее дневников за 1999-2002 годы. С этого момента Полина Жеребцова, которой не нужно было проводить журналистские расследования и сопоставлять факты из противоречивых источников, чтобы рассказать о происходящем во время чеченских операций, начнет получать угрозу от «патриотов России». В интернете появятся убедительные доказательства того, что факты в книге «Дневник Жеребцовой Полины» сфальсифицированы. Книга является художественным вымыслом, а девочки и вовсе на самом деле не существует. В 2013-м году Полина с мужем получат политическое убежище в Финляндии. В 2014-м в издательстве «Корпус» выйдет новая, более полная редакция дневников «Муравей-стеклянные банки. Чеченские дневники. 1994-2004 годы». Хотя имена в ней по-прежнему будут изменены, и многое пропущено из соображений безопасности автора и других участников событий. Неудивительно, что после публикации этих дневников многие рецензенты сравнили их со всеми хоть сколько-нибудь похожими документами – убежищем Анны Франк, блокадным дневником Танни Савичевой и другими. В 20-м веке далеко ни одной девочке приходилось записывать тетрадку или блокнот ужас войны, и каждый из них делал это по-своему. Если дневник Анны Франк – сильный текст девочки-подростка, который находится в четырех стенах убежища и повествует о происходящем в нацистской Европе и своего укрытия, как мы знаем, оно спасло семью Анны только на время, то дневник Тани Савичевой – еще более мощный эмоциональный удар. Он состоит всего из нескольких строк, которыми маленький ребенок фиксирует смерть своих родных в записной книжке, выбирая соответствующую алфавитную страницу для каждого имени. Но дневник Полины Жеребцовой похож на своих предшественников только формально. К счастью, девушке удалось выжить во время всех обстрелок, бомбежек, зачисток и голода. И имея в виду этот условный хэппи-энд, читатель может временами отстраняться, наблюдая за происходящим и выбирая разные способы чтения книги. Полина описывает не только бои и тяготы жизни военным Грозном. В мирные дни, особенно в первые дневниковые годы, книга временами напоминает чучело Владимира Железнякова или какую-нибудь другую школьную литературу, конфликты с одноклассниками, драки, первые влюбленности, вероломные школьные друзья, добрые и жестокие учителя. Во всем этом сквозит одна из самых подлых черт военного положения. Девочку с русской фамилией в чеченской школе ненавидит и редко кто решается за нее вступиться. Ради собственной безопасности она носит большой платок на голове и незнакомым людям представляется Фатимой. Полина постоянно знакомится с новыми людьми. Описывает рынок, где они с мамой торгуют, чтобы было на что купить хоть какую-нибудь еду. Рассказывает о том, как пугающая война повлияла на мамину психику. Записывает свои стихи, сны, истолковывает знаки, записывает впечатления о книгах, погружается в эксистенциальные рассуждения. Позже начинает рассказывать об учебе в институте и в работе журналистом. Пишет почти ежедневно, подробно, без остановки. Дневник стал для Полины образом жизни, спасением и миссией. Бросая в разрушенном доме мебель, продавая последние книги, она всегда спасает записи, считая себя обязанной рассказать людям правду и в то же время просто уже не умея жить по-другому. Логично было бы сказать, что повествование в дневниках постепенно становится все более зрелым. Но на самом деле взрослеет Полина так рано, что в дневниках язык ее почти не меняется. Девочка из интеллигентной семьи, она очень любит читать, осваивая огромную библиотеку, доставшуюся ей от дедушки журналиста. В 15 лет Полина записывает, что чувствует себя старухой. Она одинока, а все ее друзья – книги, которых остается все меньше. И милый дневничок. Это сказывается на стиле записи. Иногда недоверчиво смотришь на дату и прикидываешь возраст, в котором девочка пишет те или иные строки, удивляясь ее мудрому голосу и литературному стилю. Благодаря этой особенности шесть сотен страниц воспринимается почти легко и даже увлекательно. При этом трудно не заметить, что автору дневника близки чуть более громкие слова, чем мы привыкли говорить и слышать сегодня. Эту какую-то неловкую, неуютную, непривычную для современного человека серьезность и искренность можно найти не только в дневниках, но и в любой статье Жеребцовой, в любом ее выступлении, в стихах. Привыкнуть к ним сначала может быть непросто, но через некоторое время понимаешь. Человек, описывающий, как ночью в полуразрушенной квартире крысы жмутся к нему от холода, имеет право на высокий стиль. Реальность его не просто снизит, а втопчет в грязь. На самом деле, даже не понимая важности этих записей, как свидетельство недавней истории, дневники Полины Жеребцовой можно читать как роман воспитания, войной, чужой жестокостью, собственными идеалами. В конце концов, бессмысленных войн за ресурсы, в которых страдают случайные люди, на свете много. Далеко ходить не надо. Сегодня в России эта книга читается как очередное неуслышанное предупреждение. Продолжение следует...